Преступление произошло в этом доме на окраине села. Незадолго до ночного визита нежданных гостей хозяева получили крупную сумму денег за продажу недвижимости. Злоумышленникам об этом стало известно от сообщника. Было установлено предполагаемое место, откуда осуществлялось непосредственно наблюдение за домом хозяев. Соответственно, при наступлении определенных обстоятельств, то есть когда было понятно, что все хозяева находятся дома, было совершено указанное преступление. Ночью налетчики через забор перелезли в огород. Нашли там кусок арматуры, которым вскрыли одно из окон. После чего ворвались в спальню к хозяевам. Связав скотчем, руки супругов, облаченные в маске мужчины, угрожая физической расправой, потребовали денег. В соседней комнате находился маленький ребенок. Хозяин дома не стал испытывать терпение нападавших. Получив деньги, они скрылись, прихватив еще золотые часы и сотовые телефоны жертв. Первый злоумышленник был установлен и задержан в течение суток, буквально на следующий день на территории Петровского района. У него при себе было изъято денежные средства в сумме полтора миллиона рублей и наручные часы, которые были похищены. Соответственно, в дальнейшем был на территории Балаковского района в результате проведенных мероприятий задержан еще один злоумышленник, который непосредственно не принимал участия в совершении преступления, однако исполнял роль наводчика. А вот третьему подозреваемому повезло чуть больше. Ему удалось добраться до Москвы. Третий преступник был непосредственно задержан на территории города Москва при попытке покинуть территорию Москвы и скрыться на территории республики Дагестан. В настоящее время все трое фигурантов уголовного дела заключены под стражу. Денис Желтов, Анатолий Чернов, дежурная часть, Саратов.